всем привет друзья и товарищи сегодня у нас вторая часть маржелезонского балета а именно сегодня будем упаковывать с помощью вакуумной машинки грибы первая часть маржелезонского балета была уже на моем канале обзоры распаковка и характеристики вакуумной машинки кейсу как-то название это было 690 advanced продвинутая модель полупрофессиональная ссылочку на обзор и характеристики вы найдете в описании либо сейчас в правом верхнем углу видите ссылочку на своих экранах ну что сейчас покажу поближе и так вот она шейтан машинка под названием вакууматор вот модель такая кнопки управления шла в таком кейсе и так продукт который мы будем использовать сегодня первый раз я на этой машинке это вот такие грибы я их уже почистил просто обратно сложил в корзинку тут сыроежки в основной массе лисички козлята шампиньоны ну там по моему маховичок есть какой-то и подберезовик ну для начала нужно конечно есть немножко порезать не в таком же виде запаковывать ну вот грибы поструганы разрезаны на кусочки для удобного применения в вакуумных пакетах и так начнем тут у меня пакет уже лежит от производителя 20 сантиметров шириной есть там еще один в комплекте шел 30 сантиметров шириной ну тридцатку мы всегда успеем использовать вот маленькие пакеты не всегда поэтому рекомендую начать с маленьких если есть конечно вот такие скажем маленькие продукты куда можно все это дело будет вложить если вы используете сначала большие потом например вам нужно будет какой-то стейк или рыбу вложить не получится только если вдоль пакета в ширину продукт уже не положите поэтому начнем с маленьких с двадцатки для начала я так понимаю мне его нужно разрезать вот тут комплекте есть такая как-то назвать не знаю подъемный нож и вот ползунок отрезать нужную длину пакета так размотаю сейчас я закреплю камеру на штатив и так я с вашего позволения начну отрежу к я наверно сантиметров каких 25 не лучше 20 пусть будет маленькие пакетики производитель принципе рекомендует еще оставить 8 сантиметров от продукта до края пакетика ой стоп я немножко собежал вперед у нас край то видите открытый его нужно завакуумировать принципе едут почитал в интернете нужно ложить пакеты гладкой стороной кверху и рифленый вниз но у меня нормальные профессиональные пакеты поэтому гладкая сторона с одной стороны с другой стороны рифленые внутри почему рифленая потому что пакет не должен слипнуться во время вакуумации и если он будет внутри гладкий то он слипнется во время вакуумации какая-то часть не отвакуумируется поэтому вот должен быть рифленый между этими каналами проходить воздух и он полностью выкачивается и вот вот этот край нужно запаять для начала я уже в розетку воткнул ложим вот на край коричневой линии опускаем машинку и закрываем ручку единственное я считаю может быть недостаток в этой машинке хоть она и полупрофессиональная у нее нет выключателя как только в розетку воткнули сразу загорается светодиоды вот как-то так так сейчас поближе покажем сниму камеру со штатива вот загорелись светодиоды сразу мне нужно запаять пакет а значит выбрать вот эту кнопочку нажимаем ее вот пошли светодиоды пошла запайка пакета сейчас уже заканчивается в этой моде вот синий загорелся все ушли на ноль все можно открывать должно запаяться да видим ведь две полосы у него двойной шов у многих моделей только один шов и поэтому только для сухих продуктов это для влажных продуктов тоже так отматывая примерно 20 сантиметров можно больше без раницы прижимаю нож пальчиком и двигаю ползунок поехал резаться отрезал все можно закладывать продукты туда сейчас камеру поставлю я тут хорошую ложечку приобрел для таких вещей но не руками же туда закладывать неудобно вот ложечкой очень хорошо так оставляем 8 сантиметров примерно до края кулечка чтобы в этом месте был шов ладно наложим больше для экономии пакетов в рулоне 3 метра в комплект если рулоны по 3 метра ну вот как бы вот так видно там на камере да видно ну до края ну да так примерно и будет сантиметров 7 на глаз так поворачиваем камеру так что у меня там сдвинулась да так ложим вот в эту канавку край пакета это ванночка для того чтобы выливать жидкость если влажные продукты так ложим туда и главное внимание тут ну не обязательно 8 сантиметров соблюдать можно меньше можно больше на ваше усмотрение лишь бы продукты не залезали на линию пайки вот я туда загнул все закрывая крышку главное ровненько еще внимание ровненько положить продукты ну кулек смысле ваш пакет чтобы не было никаких складок иначе плохо запаялится вложим придавливаем чуть-чуть закрываем крышку сейчас по функциям так что у меня тут на дисплее выскочил так по умолчанию светодиод крайне горит для сухих продуктов средний светодиод для влажных продуктов и экстра влажных продуктов ну нормальная вакуумация либо блин как его блин долгая а нормальная вакуумация и для нежных продуктов ягод у нас грибы в принципе хоть я их не мыл они все-таки влажные поэтому я выберу вторую опцию так вот для влажных продуктов ну теперь осталось нажать кнопочку вот эту красную это пайка и вакуумация сначала конечно вакуумация пойдет вот пакет сжимается идет вакуумация сейчас сейчас должна идти пайка все это диоды вот работает по ней можно смотреть в каком режиме сейчас находится вакууматор вот сейчас последний загорится и все и процесс закончится вакууматор полупрессиональный 20 литров в минуту откачивает воздух не как обычно 10 литров всего лишь в минуту ну вот и у него 0,9 бар вот пакет запаялся после того как выкачался воздух и прошла пайка он как бы переходит в стендбай в режим ожидания и если плохо запаялся он как бы опять надувается вот этого не произошло то есть все нормально завакуумировалось ну проверим наш шов открываем так показываю вы видите да вот шов двойной можно визуально посмотреть так внимательно нигде не прерывается иногда вот так можно даже пальчиком пройтись не надулся значит очень хорошо запаялся вот видите в принципе можно еще даже было заложить грибов и использовать по максимуму самые вакуумные пакеты то есть сэкономить ваши денежки ну как говорится это первая попытка потом я как бы набью руку и буду более профессиональный использовать эту профессиональную машинку так раскладываем в сторону поехали следующий пакет то же самое поднимаем планку опускаем ее назад вложим сюда на паяльную ленту так ровненько все закрываем крышку прижимаем включаем пайку поехала светодиоды пошли ну и видите на пиктограмме что ну как бы двойная паутнирная линия то есть двойной шов ну вот синий последний все пайка закончена проверяем да все запаялась отматываем в принципе я наверное отмотаю побольше чтоб порции были немножко побольше ну как то так все слегка прижимаем пальчиком одной рукой неудобно и двигаем ползунок режем кулек есть отрезан все вот он все можно закладывать вторую порцию вот смотрите что у меня получилось получилось 4 пакетика ну первый вот маленький потом два больших ну и четвертый маленький я как бы отрезал сначала четвертый тоже вот такой как бы большой но не посмотрел что у меня грибов то уже не остается ну ладно и ну ножом еще раз прошелся и отрезал от пакета вот такой кусочек ну и запаял его так теперь о нюансах немножко я хоть и не профи но расскажу вам вот скажем на втором пакете тут у меня вот такие ну как бы морщинки скажем так из-за того что пакет ну рулон с пакетом был очень плотно смотан на заводе ну и вот видите даже вот еще на этом пакете есть вот такие морщинки соответственно это дело будет плохо пропаиваться особо именно на влажных продуктах и вот тут сейчас я вам увеличу вот видите как бы ну влага побежала от гриба он в принципе завакуумировался все нормально но я на всякий случай чуть-чуть сдвинул пакет на себя как бы и еще раз просто пропаял вот видите сверху еще второй дополнительный страховочный это самое как это обозвать правильно линия пайки и то же самое я сделал вот на последнем пакете вот в конце ну когда вакуумируете влажные продукты даже видно как по пакету побежала влага то есть вакуум высасывает и вот здесь видно что не знаю на камере не особо наверное видно что в принципе шов такой ну ну хоть завакуумировался то же самое обратно не надулся ну видно что здесь влага была и я на всякий случай то же самое как бы сдвинул пакет на себя положив самый край на паяльную ленту и еще раз нажал кнопочку пайки и даже вакууматор зашипел ну типа влагой как бы и еще раз запаял еще одну линию то есть на всякий случай чтобы ваши пакеты опять не надулись не попал воздух ну и как бы не испортится хоть они и в морозилке будут но тем не менее при вакуумной упаковке они намного дольше держатся и морозилка не высушивает продукт как он например в открытом виде лежит наверное вы замечали что вы положите продукт какой-то ну на долгое время там забыли его где-нибудь там кусок мяса там он был в принципе такой ну нормальные там влажненькие все хорошо ну и там спустя больше чем полгода его достаете а он сухой сухой вот морозилка вас и высушила влага вот как бы так о нюансах и так завершаем наш обзор по вакуумации грибов что еще важное хотел сказать по поводу грибов вакуумирования есть в принципе три варианта вакуумировать хранить ну вакуумировать грибы для хранения в вашей морозилке первый вариант это вот как я собрать пойти в лес грибы там в данном случае вот сыроежки лисички там маховики там под березой у меня был козлята ну и само собой поганки тоже да ну как без них и почистить порезать просто на кусочки и в пакетике больше ничего не делать не мыть не отваривать ничего и когда вы потом достанете свой пакетик из морозилки откроете его запах будет как в одноименной фильме сфисфиски будет в принципе то же самое что вы только что их принесли из леса вот когда разморозите то есть долгими зимними вечерами вы будете кушать грибной суп там или пожарите с картошкой и будете вспоминать ваше солнечное хорошее лето ну или дождевая второй вариант то же самое принести грибы почистить порезать немножко любые там дольки как угодно это на ваше усмотрение можете не резать просто большие пакеты будут эвакуумироваться и слегка промыть их в подсоленной воде ну там может быть какой червячок забежал естественно выбежит оттуда не замачивать просто промыть слегка ну и потом вакуумировать почему не замачивать потому что влага попадет в гриб и будет достаточно плохо ладно еще если скажем в данном случае сыроежки там лисички такие пластинчатые любые грибы не маховики не подберезовики не белые они еще ну как то еще воду не особо наберут а если белые маховички там как бы вот эти шляпки у них как губка она естественно наберет воду даже эти слегка наберут и что и в принципе получите все это от вакуумировки получите морозилку и холод начнет на них действовать а как действовать ну автолюбители вам расскажут что на асфальте после зимы дорогой приходит негодность потому что во все щели залезает при оттепле вода лед ее раздвигает и дорога приходит негодность то же самое произойдет с вашим грибом вода раздвинет расщепит вас гриб вот как то так но если это вам не важно без проблем промывайте но это еще не самое страшное ну и третий вариант самый страшный наверное кому как у этого третьего варианта есть один плюс грибы будут занимать мало места в вашей морозилке то есть мы их собираем чистим режем отвариваем в подсоленной воде или как естественно при варке они сужаются ну примерно в три раза даже то есть вот у меня четыре пакетика если бы я это отварил бы наверное был бы вот пакетик ну по объему ну может быть вот так было бы то есть вот эти два как бы уварились ну потом естественно уложим на трушлаг ну и во втором варианте тоже на трушлаг там потрясем чтобы влаги не было вот в третьем варианте ложим на трушлаг вода стекает все это дело но тем не менее ее там дофига будет в грибах упаковываем в пакете на влажный режим ставим вакууматор и вакуумируем если ваш вакууматор не поддержит влажный режим можете пойти в ванную комнату мужчины взять брительный станок комары достали и побриться и что и что звоните я вам вернее пишите в комментариях я вам покажу каким брительным станком я приз ну так вот так что с одной стороны третий вариант да уменьшается в три раза примерно ваш объем грибов хорошо для хранения но с другой стороны опять же это влага которая будет плохо действовать на ваши грибы на этом все закругляемся подписываемся жмем колокольчики вот журавли полетели кричат сейчас моя собака услышит и залает у меня охотничья собака вахтельхунд любит охоту ну да уже середина сентября почти пора уже летят на кормежку там примерно в 15 километрах большое озеро за моей спиной вот они обычно туда на месяц летят откармливаться перед дальним полетом ну все всем удачи я пока я Продолжение следует...